Хунжио Андрей Георгиевич, доктор физико-математических наук, профессор физического факультета Московского государственного университета, автор ряда книг и публикаций, в том числе посвященном проблемам естествознания в контексте православия. В советское время, по крайней мере, то, что касается естественно-научных знаний, там была очень четкая система выстроена образования. И, наверное, ни для кого не секрет, что все было направлено на удовлетворение потребностей военно-промышленного комплекса. И, в общем-то, вся система олимпиад по физике, математике, химии, которая была, она была направлена на то, чтобы всех, кто маломальски годен к приобретению этих инженерных профессий, физиками быть или математиками, они отсеивались и действительно направлялись в это русло. В этой естественно-научной части образования плохо можно понять, зачем там нужен баллонский процесс. Если мы выпускаем специалистов для наших нужд, это совершенно не надо. Но сейчас же цели образования, в общем-то, другие. Мало того, они совершенно непонятные. Потому что, ну вот кто может ответить на вопрос, зачем вообще государство какие-то силы прилагает для поддержания системы высшего образования. Специалисты нам не нужны. То есть, готовим мы их для кого-то иного. Если учесть, что все-таки образование, ну не все, но бесплатное образование получить можно, то после этого лучшие люди, получившие бесплатное образование, без всякой компенсации уезжают за рубеж и трудятся там. Не все так делают, но многие. В этом надо как-то наводить порядок. Если бы он был наведен, то идеи перехода на баллонскую систему образования, наверное, были бы встречены как-то по-иному. А когда речь идет о том, что главное это дать человеку возможность реализовать себя, получить такое образование, которое он хочет, то, соответственно, баллонский процесс здесь не помеха. Тем более, что далеко не все молодые люди хотят действительно получить хорошее образование. Многим достаточно получить просто какую-то бумагу, диплом, чтобы можно было с ней продолжить свою, то есть не продолжить, а начать свою карьеру в данной области. Но вообще трудно поверить, что после перехода на баллонскую систему ситуация с нашими дипломами как-то изменится кардинальным образом. Даже сейчас вот выпускники Московского университета, окончившие механико-математический факультет, факультет учителей на математике, физический факультет, химический факультет, они вполне востребованы за границей. Никого не смущает, что у них другая форма диплома, и они получали образование по другой системе. Но если мы перейдем на баллонскую систему, то вряд ли специалистов, экономистов по сельскому хозяйству найдут свое применение на Западе. Так что дело здесь, конечно, не в системе.